Балакова готовится к юбилейному дню города. На улицах постоянно курсирует дорожная техника, активно идет реконструкция дворовых территорий. Однако прошедший там митинг коммунистов не вписался в предпраздничную подготовку, рассказывает Татьяна Кудасова. Несмотря на обеденный перерыв, да и вообще выходной день, на улицах города курсирует дорожная техника. Балакова один из крупнейших населенных пунктов Саратовской области. Ежегодно количество автомобилей на улицах только увеличивается, поэтому уборка идет как ночью, так и в дневное время. Заметно, что чище город стал. Сегодня даже вот выходной день, техника работает, город убирается. Цветочки вот недавно появились на столбах, и так во дворах у нас всегда чисто. Местные жители рассказывают, во дворах стало лучше. Вот только в последние дни многие подъезды украсили непонятные листовки. Их находили также на скамейках и даже машинах. Автомобилиста Максим листок бумаги под дворником, мягко говоря, не порадовал. Когда я подошел к моему автомобилю, я увидел на лобовом стекле листовку коммунистов с непонятными призывами. Так у нас в городе все убирают чисто, но мне не нравится то, что они пачкают этими листовками и на лавочках, и на подъездах. В то время как уборка продолжалась, на дорогах появилась колонна автомобилей. Многие из них были украшены флагами. Так готовились к предстоящему митингу. Коммунисты сейчас проводят месяц, видно. Недавно они приезжали своим кортежем по городу, тем самым затрудняют проезд как городскому транспорту, так и уборочной технике. И вот они листовки, видно, что людям ходят, раздают тоже. Кто-то их читает, кто-то бросает. То есть опять же идет загрязнение, что люди убирали, городские жители. Недовольство у балаковцев вызвало и то, что во время движения колонны транспортное сообщение на центральных улицах было практически парализовано. Это так показываешь, что лучше ничего. Они очень довольны. Ходят, показывают свои какие-то, я не знаю, принципы, что-то, если они у них есть. Но действий за этим никаких. Татьяна Кудасова, Алексей Лощинин, Алексей Нойков, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.